Работу над этим масштабным полотном Александр Иванов начал в 1837 году. В России о ее существовании впервые стало известно из письма Николая Васильевича Гоголя. Навестив художника в его студии в Италии, именитый писатель сообщил следующее. Иванов не только не ищет житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего остального мира, кроме своей работы. По сюжету картины спаситель предстает идущим вдалеке. На него обеими руками указывает стоящий на переднем плане Иоанн Предтеча, совершающий крещение иудеев на берегу Иордана. Лицо Иоанна бледное, уставшее и схудалое, но взор невероятно живой и горячий, даже немного лихорадочный. Фигура устремлена в сторону приближающегося Христа. Справа изображен ногой мужчина, которого только что окрестили. Он собирался одеться и застыл, узнав о приближении Спасителя. Глаза его наполнены слезами радости. А черты лица написаны столь искусно, что зритель может рассмотреть каждую морщинку. Рядом, сложив руки на груди, стоит юноша, очевидно сын. Мальчик с недоверием глядит на Иоанна и, кажется, не совсем осознает, что происходит. Иванов разыскивал натурщиков для своей картины по всей Италии. Модели непременно должны были походить на жителей древней Иудеи. При этом он беспрестанно посещал церкви и синагоги, чтобы уловить эмоции движения молящихся людей. Все эскизы писались исключительно на открытом воздухе. Художник старался уловить естественное освещение и уже после этого в мастерской переносил готовые фрагменты картины на холст. Кроме того, Иванов месяцами просиживал в понтийских болотах и пустынях в диких местах Италии, рисуя природу. В результате созданный им пейзаж по мастерству прорисовки ничем не уступает человеческим фигурам. Субтитры создавал DimaTorzok